Проблема загрязнения окружающей среды, в особенности изделиями из пластика, сегодня стоит как никогда остро. Пластиковая тара производится в гигантских масштабах, а перерабатывается и сжигается всего около 20% таких отходов. Все остальное попадает в окружающую среду, отравляя ее токсичными веществами и становится причиной гибели птиц и животных. Чтобы привлечь внимание славянцев к данной проблеме, экоактивистами в нашем городе была проведена акция «Из пластика в скамейку». Откликнулись ли на призыв жители, смотрите в материале Анны Монастыренко. Решить проблему с загрязнением окружающей среды пластиком сложно, но возможно. Для этого просто необходимо осознанно подходить к его утилизации, сортировать пластиковые отходы по классам и сдавать на переработку. Именно так и решили поступить организаторы экологической акции «Из пластика в скамейку». Весь собранный жителями пластик они передадут на завод «Умная среда». Пластиковые отходы переработают и сделают скамейку, которую установят в городе как символ единства и экологичности людей. Стоит отметить, что славянцы активно поддержали акцию. Сегодня пришли очень много людей, поучаствовали в акции школы, детские сады, институт. Рассортировали мусор, все сдали. Огромная благодарность жителям города, тем, кто поучаствовал, повзаимодействовал. И уже огромное количество пластика собирается. Мусор, который в пластике, он достаточно долго перерабатывается. Это идет отравление природы, потом попадает в почву. Все это, конечно же, через воду попадает к нам в организм. Поэтому сортировать мусор на самом деле не сложно. При всем при том, что сейчас уже даже в нашем городе достаточно современные технологии, что пластик перерабатывают в лавочке, в скамейке, в мусорке. Эти вещи, они служат очень-очень долго. Поэтому это вовсе не сложно. Каждый из нас может пластик разделить, собрать, принести. Главное, чтобы он был чистым. А волонтеры его уже даже разделят по категориям. Акция продлилась около трех часов. За это время поток людей, желающих принять участие в акции, не прекращался. Каждый, кто приносил пластик, становился участником лотереи. И мог выиграть небольшие подарки. Жительница города Евена-Линьё дома уже давно сортирует мусор. А узнав об акции, с удовольствием приняла в ней участие, получив в подарок эко-сумку. Очень радует, что у нас занялись этой проблемой. Потому что проблема насущная. Жалко нашу планету и город. И вообще наполело уже. Все у нас потонуло в химии и в мусоре. Ну и потом, ну на такой молодой задор, ну грех не откликнуться. Мусор давно уже сортируем. А такая еще акция, как на лавочку в нашем парке, так вообще радует. Эко-активисты общественного движения «Добро СНК» уверены, что эта акция обязательно будет продолжена. Чем больше людей осознает необходимость правильной утилизации мусора, тем легче будет решать проблемы загрязнения окружающей среды. Только совместными усилиями можно вернуть здоровье нашей планете. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».